Прошел год с начала строительства стены на украино-российской границе. На этот проект Украина выделила 150 миллионов долларов. В результате... У нас оборудовается противотанковый ров, делается контрольно-следовая полоса, и там, где невозможно вырить ров, устанавливается металлическое сеть, чистое ограждение. При этом понять, почему строительство первого этапа стены так дорого обошлось государству, сложно. К примеру, один метр установленного забора обошелся в 65 долларов. Его изготовил харьковский завод Фрунзе. И согласно прайсу на их официальном сайте, забор из такого же металла, но более простой конфигурации, стоит не более 40 долларов за метр. А эта яма, так называемый ров, должен защитить Украину от танков. По задумке, техника в него должна просто провалиться. Роет государство такой ров по 70 долларов за каждый метр. Но даже за такие деньги, за год его вырыли, не на всей границе. У нас уже отработано порядка 150 километров рва, где-то 115 километров дороги, и установлено 70 километров вот это металлическое сеть, это ограждение, так называемый забор. И скольки километров всего границы? Ну, порядка 300 километров. То есть, где-то половина? Где-то половина. И все. Остальное – тепловизоры, камеры видеонаблюдения и сенсорные кабели, которые показывают журналистам во время пресс-туров харьковские пограничники, на самом деле не более, чем выставочный экспонат. На эту технику средства еще не выделены. В приграничных селах ров не выкапывают. Пограничники говорят, что это в целях безопасности местных жителей. Здесь есть только забор с проволокой и наблюдательные вышки. Жители приграничного поселка «Связь» признаются – на чувство безопасности ров или стена никак не повлияло. Наоборот, говорят, живут теперь как в клетке. Мы тут как в заключении живем. В лес ходили, за грибами и гулять. А теперь нас туда уже не пропустят. Разделилась семья и семьи. У многих местных жителей по ту сторону ограды остались родственники. От нас село «Километр», «Журавлевка» называется. Это Россия, там моя дочка живет. Детки. Но теперь их сюда не пускают. Говорят, надо за гранпаспорт и через центральную таможню. Раньше, говорят, местные жители к родственникам ходили через поле. Теперь поле пересекает стена. Точнее, забор с колючей проволокой, строительством которого хвастается правительство. Говорят, и страну защитили, и бюджет пополнили налогами от украинских предприятий, занимающихся ее строительством. Завершить стену планируют в 2018 году. Ольга Каличенко, Илья Никонов. Настоящее время. Харьковская область.